Всем большой привет! Сегодня у меня вот такая куча посылок с Валберис. Давайте вместе с вами рассмотрим. Они все маникюрные, все интересные. Так что будет нам что сегодня с вами посмотреть и протестировать. Так, начнем вот с такой, с таких слайдеров. Сейчас открою. Пришли очень хорошо упакованы, как видите, с картонкой. Я слайдеры вообще редко заказываю. Ну, так вот иногда, вроде думаю, можно попробовать. У меня их просто очень уже много, и как-то я их не так люблю, как другие. Так, ну смотрите, здесь такие надписи. При любом, как сказать, умении рисовать, все равно так не получится четко, красиво. А стемпинг не всегда есть такой, поэтому вот беру слайдеры. Ну, прикольный, я думаю, для девчонок таких молоденьких. Вот эти вот, мамина красавица, например, прикольный. Чертовски великолепно, горы по колено, хочу обнимашек, жизнь лагает, неисправима. Это лучший день, живу как хочу. Я девочка, мне можно. Ну, короче, я думаю, будет прикольно. Стоили они там недорого, поэтому решила взять. Следующая покупочка, купила вот такие формы. Извиняюсь сразу за свой голос, потому что никак я не могу выздороветь, меня кашель одолел, и никак я с голосом с этим не совладаю. Так, сейчас отрежу. Не знаю, отзывы были хорошие, и цена такая приемлемая. Думаю, попробую возьму. От Global Fashion, красивые формочки такие. Здесь есть разметки, здесь у нас даже есть вырез. Ну, давайте поближе на них посмотрим, что они из себя представляют. Так, одну формочку отлепим. Здесь 100 штук в этой упаковке. Так, видите, сразу это отклеивается, штука сама. Остается, вернее, на бумаге. Кстати, липкость хорошая, так классненько вроде приклеиваются. Так, ну вот, допустим, у нас отвалился. Здесь уже идут, видите, разъем такой вырезан. То есть по форме. Ну, я свои, конечно, не буду подставлять, потому что у меня тут нарощены, и еще и форма квадрат, поэтому они туда не встанут. А так очень удобно. У меня были до этого лучше, конечно, формы. У меня прям были цифры, каждая полосочка тут. И даже вот такой был вырез. То есть удобно я к ним приловчилась, но ничего, приспособлюсь и к этим. Здесь есть хотя бы разметки, уже можно почему-то ориентироваться. И ушки даже вот эти вырезаны. Смотрится очень красиво формочка. Так, ну, опять же, попробую показать хотя бы наглядно. Клеится очень хорошо. Так. Ну, я думаю, будет, знаете, и длина ногтей. У меня такие сильно длинные никто не заказывает, не просит. Поэтому для средних нормальных миндальчиков, я думаю, супер вообще формочки. И так же и квадрат. Она такая прочная, между прочим, не тонкая. Вот. Более-менее у меня были металлизированы. Они вот чисто такие же, если вот так подумать. Сравнить, если. Так что формочки хорошие. Рекомендую. Ссылочку оставлю. Посмотрю, конечно, как они в деле. Ну, я думаю, что хорошие. Потому что отзывы на них отличные. Так. Следующая интересная покупочка. Нашумевшие наклейки. Вернее, вкладыши для верхних форм. Взяла на пробу. Такую упаковку стоила 204 рубля, по-моему, если я не ошибаюсь. Здесь две штучки по 12 в каждой. Номерки пронумерованы на каждом вкладыше. Вот. Покажу ближе. Не знаю. Видно? Нет? Номерочки. Вот. Все, какие у нас идут в формочках, такие и здесь номерки. Так. Сами вкладыши очень тоненькие. Смотрите. Они тоненькие. Фокусируйся. Но в то же время они вот имеют такую, знаете, вот как... Давайте с вами сразу протестируем. Так. Раз это однерочка. Вот я взяла такую же формочку с цифрой. Один. И попробуем вкласть внутрь. Так. Здесь нам нужен будет пинцетик, наверное, потому что руками так не подлезешь. Вот мы выбираем, допустим, какая нам нужна длина. Так. Просто они так не прилегают. Вот я думаю, что вряд ли они будут так держаться. Все-таки надо будет какое-то делать. Ну, хотя, знаете, если прилепить прям как следует, тут еще, конечно, надо приспособиться. Сразу так резко с первого раза не получится ровно сделать вот эту линию улыбки. Вот видите, она отлетает. То есть нам надо будет делать тонкую подложку из базы, потом сажать эту формочку на нее. Ну, вот смотрите, я изнутри прилепила ее, то есть чтобы было лучше видно. Вот мы, допустим, приклеили на базу и уже выложили линию улыбки, аккуратно промазывая. Ну, может быть, как-нибудь протестируем в каких-то видео. Сегодня видео длинное, поэтому не будем мы с вами заморачиваться. Вот так вот выглядеть это будет. И уже у нас будет ровная линия улыбки. Вот смотрите, она так не держится сама. То есть она не имеет никакой липкости. Это вкладыш. Так, где мы его взяли? Поэтому нужно будет действовать какими-то путями другими. Приклеивать ее на что-то, сажать, а потом также отклеивать. Она вытирается с помощью скотча обычного, очищается. Ну, будем пробовать. Я как-то не особо увлекаюсь этими формами верхними. Но, тем не менее, думаю, попробую, возьму на пробу. Если что, попозже мы с вами их и протестируем. Они тут, по-моему, одинаковые идут. Кстати, у продавца там формы разные, можно было подбирать. У меня именно С-нумеровка. Вот тут вот где-то, по-моему. Да, вот трафарет для верхних форм С-категория. Там категория С. Там и А, и Б, и Д. Там разные, короче. Ну, то есть линия улыбки сама просто меняется. Здесь вот она более такая для средней длины ногтей. А есть более удлиненная ложа. Более круглая. Ну, короче, смотрите сами на свое усмотрение. А так они, по-моему, одинаковые. Вот, просто их два комплекта идет в одном. Ну, да. 11, 11. То есть они все номерочки тоже одинаковые. Так, дальше самое интересное. Я теперь крутая. Ой, извиняюсь. Аж вываливается все от радости. У меня теперь есть пластина от Свенки. Наконец-то я разорилась и купила пластину. Посмотрите, какая красивая упаковка. Лаков нахваталось, а пластины не одной. Думаю, ну надо же хотя бы одну попробовать. Хотя я не скажу, что у меня пластины плохие. Все у меня разные. И с Алиэкспресс, и с Фалберес. Так, ну, от Свенки не было. Поэтому решила взять. Здесь вот такое вложение идет, визиточка. Спасибо за заказ. Ну, и здесь наведите камеру смартфона. Я уже это пробовала. У меня в лаках такая же была штучка. Там просто какие-то гайды. Ну, типа уроки по стемпингу. Так, ну, посмотрите, какая красота. Как можно было вот это не взять. Ну, а чтобы было нагляднее, здесь еще идет демо-лист. Собственно, из-за него я и брала. Потому что сейчас, молодцы, кто придумал. Сейчас на подложку какую-нибудь вам положу. Вот, на белом фоне будет классно видно. Спасибо тем людям, кто их придумал. Посмотрите, как классно. То есть мы можем выбрать с клиенткой любой дизайн. Приложить на ноготочек. Вот, мы можем там отследить, допустим, какой нам нужен рисунок. И как он будет на ногте смотреться. То есть повернули в одну сторону, в другую. Бабочки. Кажется, крупный рисунок. Мы можем посмотреть и увидеть реальный размер. Ну, это вообще здорово. У меня где-то есть видео на YouTube, где я сама изготавливала такие демо-листы. Ну, это, знаете, такая заморочка. Лучше уже, если есть возможность, покупать уже пластины с готовыми. То есть вот на самой пластине нам сложно будет разглядеть рисунки. А здесь вот, пожалуйста. Такая красота. Все видно. Даже есть вот такой, здесь такой кружочек. Вот его убираем. И дырочка получается. Чтобы подвешивать так же на колечко, как типсы, например. Классно придумали. Так, ну и еще у меня тут в сегодняшней распаковке три гель-лака. Была хорошая цена на них. И я давай, короче, хватать. Редко я их стала покупать в последнее время, потому что их много. Ну, блин, ну такая цена. И лаки классные. Так, вот этот вот пришел. Вот смотрите, какая в нем пупырка. Это вся была жирная прям. И я испугалась. Думала, что у меня лак вытек. Нет, он на месте, слава богу. Это, видимо, они там либо жирными руками упаковывали. Вот так он выглядит. Называется он, если я не ошибаюсь, золотые камни. Но у каждого цвета свое собственное название на сайте. Сливочные истории, по-моему, если я не ошибаюсь. Здесь нигде не написано, к сожалению, на нем. Ну, а там на сайте прям написано. Очень красивый. Позже протестируем номер Б-143. И из этой же серии сегодня вот только получила такой же тоже лак. Стоимость у них там была в пределах 80-90 рублей. Вот этот уже, видите, чистенький. А тот прям весь был липкий. Я уже эту пленку сняла. Верхнюю уже осталось. Здесь у нас Б-150. Даже вот на самих флакончиках. Если приглядеться, здесь вот белый, но видно, что он с частицами. И здесь тоже нарисован. Ой, здесь еще красивее. Посмотрите, какой классный. Такой он вроде и красный цвет, и в то же время немного алый. Такой интересный оттенок. Даже как-то в оранжевый немножко уходит. И тоже с золотыми частичками. Так, ну, выкрасим попозже. И еще один у нас тоже тут. Это уже от другой фирмы. Диднейл. Цена была 78 рублей. Это желтая коллекция. Такая, знаете, осенняя была. Там желтые, зеленые, оливковые цвета. Ну, я как-то вот этот мне понравился. Где тут у нас номерочек. Свеженький. Изготовлен в 22-м году в сентябре. И срок годности 5 лет. А эти, кстати, тоже до октября 24-го года. То есть они еще свежие. Я подумала, цена... А этот вообще до февраля 25-го года. Так что они еще свежайшие. Поэтому можно спокойно пользоваться. Я сначала думаю, почему такая цена. Обычно, когда срок годности истекает, ставят цену дешевле. Ну, вот смотрите, какой цвет интересный. На осень будет вообще замечательно. Пигментация вроде неплохая. Ну, давайте протестируем товары сегодняшние. Так, приготовила я вот такой типсик. Ромашку прозрачную. Ну, как раз начатая. Ну, давайте начнем вот с этого. Ой, диднейл. Фэнси. Наверное, так называется коллекция. И вот такой красивый цвет. Интересный. Он желтый, не желтый. Что-то такое вот... Тыквенный, наверное. Вот поэтому я его взяла. Там было 100 оттенков желтого. И вот мне как-то этот приглянулся. Такой он интересный. И тоже вот в один слой перекрыл. Прекрасно типсу. Сушим. Так. Ну, и вот тут я уже во второй слой его покрыла. Ну, кстати, очень классный цвет. Он вторым слоем уже более такой насыщенный. Смотрится даже как-то ярче, что ли. Прикольный лак. Давайте теперь вот этих красавчиков от Масуры Бэйсик. У меня есть такой голубой цвет. Я как-то покупала. Я знаю, что они стоят недешево. Пузырьки большие. 11 миллилитров у них. Ну, не дешевле 300 рублей. А здесь была вот прям хорошая такая скидочка. Ой, какой он красивый. Ну, то есть молочный оттенок. Такой, знаете, вместо базы молочной. Можно спокойно использовать. И в том числе там будут еще такие золотые вкрапления. Вот в один слой. Очень красиво смотрится. Я надеюсь, видно. Сушим. Вот достала вот у меня от Бэйсик тоже тут база. Сама именно база молочная. Она тоже с золотыми частицами. Я что-то подумала, что она похожа. Нет. Вот здесь мелкие такие вкрапления, частички. А здесь вот цвет сам более такой, наверное, в бежевый, что ли, уходит. Немножко, да? Есть разница. Или из золотых, из этих частиц он так выглядит. Хотела сказать, что это то же самое. Нет, разные. Ну и давайте вторым слоем я уже при вас покрою, чтобы было видно. Он уже становится не такой прозрачный. Но в то же время частички прибавляются. Их становится больше и уже более красиво это все выглядит. Шикарный лак сушим. Так, ну и вот этот давайте уже третий лачок. Бэйс 150. Был еще там один красивый, но он чуть подороже стоит. Может, я его все-таки хапну. Ну, классные прям понравились очень. Здесь более витражный такой. Он и тот тоже у нас молочный. Полупросвечивающийся был. Ну, в два слоя все шикарно перекрывается. Поэтому и с этим та же история. Ну, вообще потрясающе. Я не знаю, видно вам, нет этот перелив. Глубокий. Так, как бы и тут не крутила лампой. Я не могу передать эту красоту. Так, ну давайте первый слой высушим и второй нанесем. Тогда будет более ясно. Тоже при вас нанесу второй слой. Ну, конечно, вторым слоем совсем другое дело. Он уже становится такой более насыщенный, непрозрачный. Блесток получается больше. И смотрится это все намного красивее. Очень классный лак. Сейчас вот если есть такие, были по 130 рублей, чуть потемнее оттенок вот он был, а другие там и по 290. Ну, не знаю, оставлю ссылку. Смотрите, может быть они будут еще по какой-то акции. Ну, классные. Так понравились мне оба лака. Вот так второй слой. Ну, вот они наши три лака сегодняшних выкрашены. Я считаю прям классненькие. Особенно вот эти два. Ну, что протестируем теперь пластиночку. Сейчас достану лаки от СВЕНКИ, чтобы мы уже как бы этими же лаками этой же фирмы... Вот так, здесь двойная пленка. Смотрите, и матовая такая поверхность. То есть я там отражаться уже не буду вам. Классная пластинка. И не так она в глаза будет бить, когда, допустим, лампа стоит и делаешь стемпинг. И все светит в глаза. Ну, шикарные, шикарные рисуночки. Давайте тестировать быстрее. Все приготовлено для тестирования. Скребок, штампик. Ну, штампик у меня обычный. Он хороший, поэтому не надо тут уже и на штампик тратиться. Лаки я возьму вот из предыдущих распаковок. Вот три штучки, я думаю, достаточно будет. И давайте начнем с какого-нибудь сначала мелкого рисунка. Весь необязательно, я думаю. Хоп. Шикарно отпечатался. Так. Я потом, в общем, уже покажу вам поближе. Сейчас ставлю пока, чтобы помещалась в камеру пластина. Давайте какую-нибудь надпись попробуем. Ну, вот тут как раз вот эти. Ну, тоже шикарно отпечатались. Буквы все видны. Гравировка отличная. Даже ничего не смазалось, как обычно бывает с надписями. Что они куда-то смазываются, в сторону уходят. Ну, давайте еще какой-нибудь. Так. Можно даже два взять рисунка. Ой. Так. Даже все тончайшие линии видно прекрасно. Надеюсь, он не высохнет сейчас, пока я тут возилась. Ну, вот видите. Только похвалила. Ну, тонкие слишком линии. И лак, видимо, засыхает очень быстро. Поэтому возиться долго не надо. Вот что получилось в итоге. Так. Ну, давайте еще раз попробуем этим же. А может, этот цвет именно такой. Так. Сейчас. Вот в этот раз уже отлично перенесся. Тонненькие все линии видны. Так. И еще что-нибудь давайте вот этих птичек. Тоже хорошо получилось. Слишком быстро высыхает именно этот лак, видимо. Видите, второй рисунок не перенесся. Взяла вот такой оранжевый из этой же серии. Недавно мы с вами их тестировали. Давайте попробуем теперь им пару рисунков сделать. Так, вот эти тюльпанчики. Он какой-то бледненький. Мне вот этот оранжевый прям не понравился. Потому что мне показалось, что он слишком бледный. Мало пигментации. Ну, на штампике-то смотрится вроде неплохо. И перенесся хорошо, посмотрите. Так. Ну, давайте им еще какую-нибудь надпись. Вот на салфетке он смотрится прям круто. Ярко. Смотрите, надпись отлично переносится. Пластинка хорошая. Как бы гравировка отличная. Главное, надо быстро работать с лаками, чтобы... Так, вот покажу, что получилось. Я теперь за кадром все опять рисунки сделаю и вернусь к вам. Кстати, очищаются очень плохо эти лаки. Я уже и средствами специальными с ацетоном... Видите, все равно пигмент остается. Ну, я надеюсь, что надо сразу вытирать, а не ждать, когда уже все высохло. Сделала отпечатки все. Посмотрите, как красиво. Тонкие линии очень хорошо получаются. Надписи отлично. Вот, как бы, если долго не возиться, то все прекрасно получается. Все тонкие линии берутся. Даже вот этот лак, который у меня, металлик, он... Посмотрите, вот перья вот эти и вот этот рисунок, вот эти три, я делала им. Не знаю, как вам передать. То есть, вот видно на пере, например, на перышке на этом, как оно прям переливается, вот этот перламутр. Очень красивый эффект. Пластина достойная. Я думаю, прям очень здорово. И теперь с демолистом вообще шикарно можно делать какие-то дизайны, делать реверсивный стемпинг опять же. Ну, сегодня я не буду заморачиваться, я думаю, тут и так все прекрасно видно. Теперь три дня и три года оттираю эту пластину. Девчонки, если что, в ход идет средство для разбавления маникюрного лака. Если совсем уже не оттирается ни ацетоном, ни чем, то уже тяжелая артиллерия. Все, пластина как новая. На этом заканчиваю свой такой небольшой обзор. Все мы с вами выкрасили, протестировали. Так, наклеечки, пластиночку, лаки. Ну, с этими долго ввозиться, поэтому я уже не стала зацикливаться на них. Я думаю, видео, может быть, как-нибудь сделаю. Ну, главное, я вам показала, какие они из себя эти штучки интересные. Все, спасибо всем за просмотр. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok